ну тут что за наглость муж муси ты куда залезла в центре событий должно быть муси мне это не нравится ну ка брысь со стола кто хулиганка нельзя на стол лазить иди отсюда лазучка так и брысь кто-то тебе нашел бы дорогие друзья всем привет сегодня воскресенье утро девчата просили показать как проходит мое утро меня завтрак сейчас сварил себе как запарила овсянку добавила льняное масло чашечко кофе это вот сыр рикотта мой один хлебец ну и еще выпью омега-3 забываю все время показать омега-3 жирные кислоты в аптеке покупал у нас сельской две капсулки еще выпью так что вот такой мой завтрак встал я рано уже отмыл туалет раковина унитаз стирка у меня достирается сейчас время 6 часов 6 43 уже даже семья встала четверо 5 часов не знаю почему что я обычно делаю по утрам но помимо завтрака какой тут уборки у меня еще моя работа youtube читая комментарии отвечаю делаю ролики это обычно все происходит у меня по утрам хочу сказать большое спасибо дорогим нашим подписчикам которые пишут нам теплые слова внутри и которые критикуют тоже говорю спасибо и прошу вас не обижаться на мои ответы на ваши комментарии так что жизнь есть жизнь если вы считаете себя вправе высказать свое мнение то я вправе ответить на ваш комментарий тоже так же как считаю нужным я как уже неоднократно говорила взрослый человек учить меня в таком вот в тоне в каком таком в пренебрежительном там в грубом смысла нет это вызывает во мне наоборот негативную реакцию есть люди которые умеют давать совету к ним я прислушиваюсь когда недоброжелательно как это может быть злата попробуй сделать вот так а если сделать вот так быть может будет лучше чем безобразие как вы можете вот все в этом духе конечно сразу вызывается такой в негативной форме ну да ладно мне приятного аппетита всем доброго утра новый день начинается ну так я выгляжу вот своей новый стриж про то с утра еще челка торчит моя ничего на у ляжется приляжется вот только проснулась все равно глава легкая мне так нравится красота да и только у меня есть вот такой хороший кусочек мяса свининка свеженькая 3 луковицы морковочка сейчас делаю гуляшик так что мясо порежу на кусочки слегка обжарю туда вот добавлю лук морковь кипяточку и потушу все ну само собой специи разные приправы будет вкусно вот у нас порезала на кусочки в разогретую нату положила сейчас слегка обжарить со всех сторон вот добавляет овощи нарезала и сейчас все это отправлю в кастрюльку вот удобство гибкой дощечки сейчас все это дело с нее аккуратненько согнули и подливаю кипяточку накрою крышечкой и пусть тушится вкуснятина моим мальчишкам пойдем гусей посмотрим я у нас кусики кошка сидит цветка гуси ой ты мои сладкие гуси галкайся да лопают зерно лопают дробленочку вкусно вкусняшки ням 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 вот как вот лопата прям зачерпывает вот как вкусно гусь в речке живем даже в морозе домой не ходим с утра мороз страшный был как страшно 15 градусов влажность большая ветерок но был просто холодно сейчас вышло солнце потеплело курочкам открыл дверь чтобы они на солнышке немного побыли хотя бы полосочка солнышко это красота немного позагораем пьете питошки курочки дурочки вот такие пушкинята а лето у нас здесь за всегда тайка на ночь спать сюда ходит мышами питает смотрите толстая какая стала реально толстая кошка становится мышей ест я ведь мыши не стала томасе было полно яйца с утра собрал по 40 штук примерно в день сейчас они не такое хозяйство три клетки здесь одна вон там там старенькие эти вот три клетки уже скажем так омолодились а снизу меня пушкинята подрастают уже на лодочке такие хорошие классные а у нас проход есть лет по ходит хочешь там почти 10 курятника и вот еще мало какие тоже пушкинята подрастающих колени а это следующее поколение здесь все вкусы и пушкинские и перепелки которую вот недавно вылупились нам три недели это трехнедельное хозяйство перепела были явно мельче но зато они растут быстрее они фактически три недели по размеру почти сравнялись перепелята с цыплятами пока сидят внутри чтоб тепло было но это наши бройлера здесь пока сидим и подростковой клетки хотя уже сегодня переедем возросло возросло уже переехали у нас вот этот вот 10 штук вот эти 10 штук а здесь чуть даже больше чем 10 штук эти тоже надо рассадить их если не ошибаюсь 18 по моему это бункерная кормушка едим много как им еще больше помет убирал позавчера сегодня буду опять убирать реально как очень вот такие вот славные ребятишки нам сегодня четыре недели на общем вот такое у нас хозяйство вот так мы я вполне не чувствуем перепелиных пушки тут песню поют здесь тепло батареи греет где гранд уборка мы с ванечкой сбегали в магазин за хлебушком свежего хлеба купили ну а к хлебу машинку вот такую вот интересную за 220 рублей всего лена фирма сделана в россии это у нас такой вот грузовичок мерседес вот ваня выбрал в общем-то и недорого стоит 220 рублей всего на все на сынок поиграй также вот по 33 рубля хрустим багет томаты зелень нам нравится иногда погрызть моим мальчишкам 74 рубля за килограмм сколько там не знаю орешки такие вот недорогие себе взяла такие вот орешки миндаль 138 рублей и вот огурчики на 50 рублей в общей сложности 500 рублей мы потратили да ванюш да ну все играть будешь да ну играй руки мыл все рукава намочил сынок ну кто так делает ну играй вот еще и нос обтирает вот красавец ты мой ну все играем ну вот у нас наконец-то завершились или не наконец-то но выходные наши подошли к концу сейчас вечер и мы решили пожинать плоды своих трудов отрезали свои колбасы вкусные которые мы наготовили сейчас отрежем еще сыр новую головку вскроем короче говоря у нас пиршество да саша да зато что это у нас это у нас сыр сыр качета от 6 10 была сделана хранилась в контейнере в своей корочке покрывал я ее маслом вот как масло это называется кунжутное что-то твое масло какое кунжутное а как оно называется ну ты какое масло ты ешь забыла да льняное льняное ну вот головка такая симпатичная режем прямо напополам твердый дай едет ванин на палочке так что ой саша какой красивый настоящий вообще как российский баааа сыр сырный прям мммм и вид у него прям сыр сырный и смотри-ка что срез какой прям ой давай пробовать отрезай давай пробовать очень интересно и колбаску тоже порежешь потом дай я на тарелочку красиво только ну как кусочками положи здорово как мне вот интересно прошлый раз корочка горьковата немножко была а это вот как сейчас попробуем ну попробуем порежем кусочками и еще пополам да вот так вот ну-ка 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 вань сыр будешь сынок плотностью прям сырная вот прям вот как слушай вкус такой очень вкусный лучше чем первое первое на самом с ошибками отдел саша и корочка вообще не горчит ничем ммм вот это я понимаю какие мы молодцы а мммм ммм лучше он мне не знаю как показать вот он блестит ой саш очень вкусно консистенция прям такая отличная твердый такой вот плотный ну это вкус такой нежный полутвердый а вкус прям нежный 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 сырный посолено отлично прям вот прям по моему вкусу сынок вкусно дорогой очень вкусный сырок попробуй кусочек ну скушай пожалуйста а колбаса на треклосе ммм ой какая прелесть вообще супер я хочу сыр на сынок вкуснее кусочек ну как сыр мне нравится ребята ура ура да уж если ванне не понравится с него не столкнешь еще мне давай еще вот это у нас с тобой сегодня супер вечер и мне еще смакуем свою снять ну давай а вот кубики на это нарезал ну это можно на тарелочку вот я приготовила по желанию хлебушек хлебцы кто как хочет и колбаску давай еще всем покажем тоже отрежем кусочек мне понравился саша великолепно просто на самом деле а ты еще от первой головки угу небо и земля хотя и мучу даже вот еще два дня до шести недель очень вкусно я планировал два месяца но два месяца короче не выдержали мы ну что отрежешь мне завтра я на работу понесу девчатам они прям спрашивали меня что у вас там получилось конечно надо будет и колбаски кусочек отнести а вот и наша колбаска докторская пусть и маленькая но внутри она докторская классно вообще короче все свое натуральное по ГОСТу 38 года мне понравилось вот она такая плотная оказывается вон что в какую раньше кабасу ели а потом в 74 году новый ГОСТ вышел там уже с использованием вот плюс то что перестали использовать селитру а стали использовать нитритную соль вот она красненькая получилась но минус что стали использовать фосфата для удержания влаги чтобы она более влажной была ну а просто потяжелее станет да и все здесь вообще ничего нет да вот только нитритная соль ну смесь там обычная с нитритной но это уж никуда не денешься так надо чтобы бактерии там не развелись ну и внешний вид совсем такой прям колбасный вкусные колбаса и сыр Саша вот прям я чувствую себя в элитном ресторане так что смысл попробовать ребята то кому не лень возьмите попробуйте правда ну это прям вещь восторг восторг вообще прям я хочу колбасу бери сынок вот этот сыр получился типа мне кажется на российский поход еще у меня вкусно ну не знаю но есть куда-то в голландскую группу да да сыр просто чудесный ты посмотри его какой у нас есть такой вкус в смысле ешь вообще привкуса вообще никакого начинается такое послевкусие приятное чудо вот я редкий случай доволен сегодня даже как-то и не был готов ни к колбасе ни к сыру не в духах у меня с утра встал да утро у меня не сдалось с утра у меня не было настроения вообще никакого кутер сломали да колбасу делали у нас еще и кутер сгорел к тому же такая досада придется снова покупать ну неважно Саша но все равно же мы молодцы у нас просто шикарно все получилось вкуснятина неимоверная в общем его надо сейчас в пергамент и в холодильник это восторг отрезаем я же вещь мне сам понравился ну что прощаться будем со всеми да всем пока пока до новых встреч ставьте лайки и подписывайтесь на канал всем пока пока до новых встреч н-э-это шоу до новых встреч ду tea